Сила вас, свои сыны, святому духу ты, если Бог все шедевать, у всех, кого не разреши вы. День памяти начался с панихиды. Богослужение провел благочинный нефтьюганского благочиня отец Николаю. Могилы Владимира Петухова выступили родные, коллеги, друзья, депутаты и представители местной власти. Был первым на сложном пути изменения нашего общества, изменения нашего города. Он первый был избран всенародно. Он первый начал проводить реформы, которые направлены были на демократизацию нашего общества. Уникальность была во всем. И я имел честь, я считаю, это за большую честь, быть лично знаком с Владимиром Аркадьевичем. Он давал первые уроки мне, может быть, как предпринимателю, просто как человек, общественный, политический деятель. С ним было всегда интересно общаться, разговаривать. Светлая память Владимиру Аркадьевичу. Это движение сейчас существует и будет продолжать это дело, чтобы не только мы помнили это, чтобы наше поколение помнило и брали пример с него. Потому что этот человек с большой буквы и наш это герой нашего времени. Память Владимира Аркадьевича почтили минутой молчания. Также неравнодушные нефтьюганцы собрались возле бюста Владимиру Петухову на Комсомольской аллее. На День памяти в нефтьюганск приехала и губернатор региона. Память жива. Вот что отрадно, память жива, Петухове, он все-таки как считает, что он является нравственным ориентиром. Нравственным ориентиром, на кого нужно равняться. Потому что сейчас много общества в другом мире живет. В мире цифровизации, как говорят. Поэтому живая память очень важна. В мире цифровизации, как говорят.